Я не буду, конечно, у вас спрашивать, есть в Республике Беларусь демократия или нет. Я у вас спрошу, как вам такой термин «демократическое правовое государство со скорректированными правами и свободами». Да, коррекция у нас такая жесткая. Не на каждом фондовом рынке бывают такие коррекции или обвалы, как у нас с правами человека. Да, это оригинальная концепция. Вообще у нас все оригинально делается. Ну, посмотрите, у нас новую версию провластной конституции пишет человек, который до сих пор является обвиняемым по уголовному делу в нарушении каких-то там конституционных устоев, да, в попытке, значит, сломать страну. И председатель конституционного суда вместе садятся и пишут текст конституции. Ну, разве это не демократично? Это, по-моему, прекрасно. Уголовник и глава конституционного суда вместе вот слились и выдали, конечно, уникальный текст, который, я скажу, как литератор поразил даже меня по многим-многим позициям. Андрей, а вот скажите, вот мне, например, непонятно вот, что в эти, вот возвращаясь, да, к дебатам, продолжая тему дебатов Латушка и Воскресенского, почему Воскресенский-то идет на эти дебаты? Неужели он не понимает? Это же очевидно, что вот с такими вот выражениями, которые он использовал, он будет просто, тем более на такой площадке, как телеканал «Дождь», ну, смотреться в качестве посмешища просто. Нет, ну, он отрабатывает. Слушайте, ну, человек находится на свободе, аж не просто так, не просто так там и Протасевич на золотом диване сидит, и не просто так какие-то там поблажки дают Кудину. За это требует множество мелких услуг, да, и совершенно очевидно, что задача Воскресенского не вернуться опять на нары и не встретить решение суда, значит, где-нибудь на Окрестино. Поэтому куда зовут, туда идет. И ему не важно, как он выглядит, потому что лучше выглядеть идиотом, но на свободе, чем, значит, умным, но в тюрьме. Так он себе считает. Ну, такая психология у человека. Да, может быть, Юрий Воскресенский как-то окажется и на дебатах на Маланке с кем-нибудь из лидеров того же Координационного совета. Нет, мне кажется, это было бы прекрасное просто зрелище. Не исключено. Я напомню нашим зрителям, что у них есть возможность задавать вопросы нашим спикерам, и еще раз напомню о том, как важно ставить лайки к этой трансляции. А теперь, собственно, перейдем к тому прессингу и разгрому журналистов и негосударственных организаций. Андрей, с вами. Вот то, что мы сейчас наблюдаем уже не первую неделю, тотальная зачистка, обыски, аресты, эвакуация некоторых журналистов, посадки журналистов, блокировка счетов, ликвидация различных организаций. Что происходит? Это просто по инерции все происходит или какое-то грядет большое и важное событие с точки зрения Лукашенко, которым он решил еще более зачистить все те остатки свободы, которые еще были в Беларуси? Нет, ну, в голове его все равно остался вражеский народ, который его не избрал, и активные представители этого народа, конечно, должны быть зачищены. Просто мы наблюдаем некие стадии построения концлагеря. Принято такое решение. Раз я непопулярный, я буду строить концлагерь, буду директором концлагеря. Черт с ним, тут популярность не нужна, но зато я буду все контролировать. И вот мы видели первую стадию в декабре, когда запретили любую уличную активность. Да, вот в декабре вступили, как бы, по большому счету новые правила, которые потом были подтверждены чуть позже. Нельзя ничего делать на улице. Следующая была стадия, ничего нельзя делать в квартире. В квартире ты не можешь на окно поставить коробку, ты не можешь повесить сердечко, ты ничего не можешь. И те могут прийти в любой момент в квартиру и найти там что-то, флаг находится непосредственно под государственным контролем. Это переустройство государства. Это превращение государства действительно в такой концентрационный лагерь. То есть теперь все белорусы в нем, просто некоторые в карцере, это вот можем считать окрестина, все эти СИЗО, все эти колонии. Ну а остальные, что называется, на химии, на общем режиме, где можно только отряды, отряды, где можно только там, не знаю, дружинники и самодеятельность. И вот самодеятельность, которая сейчас прекрасно работает в этом Купаловском театре, да, и открывает алкогольные магазины. Все, вот такая философия и такое решение принято. И, конечно, на это очень хотелось бы и серьезной реакции, и мировой, потому что, по большому счету, это переход белорусского государства в совершенно иное качество. И тоже реакции, мне кажется, народной и реакции наших политических лидеров. Тоже ее очень ждем. Как раз-таки по поводу реакции наши зрители настойчиво просят, чтобы я спросил у вас по поводу вашего плана действий для штаба Тихановской на 9 августа. Ну, я считаю, раз мы не можем, к сожалению, не знаю, звать людей на площади и улице, потому что, скорее всего, это будет сопряжено с тотальными репрессиями самого жестокого характера, то нужно сделать что-то, что безопасно и что может стать лучом надежды для большинства белорусов в Беларуси. Я считаю, что Светлана вполне может пойти на инаугурацию, то есть на то, чтобы произнести клятву, вот ту самую инграционную клятву, дать обязательство быть лидером и президентом для страны и вступить в должность. Не важно, признает это там Лукашенко, не признает, но мне кажется, что достаточно большое количество белорусов это признает и огромное количество европейцев и, возможно, США это тоже признают. И вступив в формальные полномочия, она сможет и назначать каких-то людей, и выдавать документы, указы, не знаю, декреты, директивы, все что угодно. Она может отменять нелегитимные указы, декреты, директивы. То есть идея очень проста. Сделать какой-то мощный шаг, какой-то мощный поступок, потому что уже не хватает, и это недостаточно делать просто видеообращение и говорить, ребята, конечно, держитесь, все плохо, мы победим. Этого уже недостаточно, их уже более ста, наверное, да, и там сто первое, оно не решает эту ситуацию. Нужно качественное изменение, как бы, вот самой ситуации в нашем оппозиционном, что ли, народном лагере, да. Мне кажется, что вот такая инаугурация могла собрать бы тысячи-тысячи белорусов со всей Европы, а ее трансляция была бы праздником, мне кажется, для всей страны и большим лучом надежды. Вот, а дальше каждый выберет себе, кто легитимный президент, кто нет. Каждый чиновник, каждый, не знаю, политик, каждый европейский политик, каждый европейский президент и премьер-министр должны будут сделать выбор. Вот есть один человек, который называет себя президентом, вот второй человек. Вот кого из этих двух, один устраивает репрессии, мучает людей, там то, сего, пятое, десятое, вы все видите, да. Второй, это демократически избранный лидер. Кого из них вы выбираете? Вот, и мне кажется, что это качественно перевернет ситуацию. Такая вот у меня была идея, она не новая, ее предлагали очень многие. Ее предлагал Никляев в самом начале, ее предлагал Павел Латушка, ее предлагали огромное количество людей, потому что, понимаете, это вот сейчас статус настолько непонятный. Вот мы смотрим дневник президента, каждый день о поездке в Америку, президента, а формально мы имеем какое-то другое название, которое никто не понимает, как правильно. Наш лидер демократической оппозиции, лидер белорусского народа, избранный лидер чего-то. Это все зачем? Если мы точно знаем все, что Светлана избрана на этих выборах. Она избрана на этих выборах. И она баллотировалась на должность президента Республики Беларусь. Ни на какую другую. И она избрана, она победила. Если мы это все признаем, то, я думаю, это был бы и логичный шаг, достаточно сильный в ответ на все те страшные репрессии, которые развернуты в Беларуси. Вот такая вот не новая, но интересная идея от режиссера Андрея Курейчика по поводу плана действий на 9 августа для штаба Тихановской. А теперь возвращаемся к нашей истории с негосударственными организациями-журналистами. Вот принято говорить, да, вообще называть негосударственные организации третьим сектором, а журналистику четвертой ветви власти. Вот на сегодняшний день в Беларуси третий сектор и четвертая ветвь, они окончательно обрублены? Они перейдут в подпольный статус, да, то есть мы все равно читаем зеркало, мы все равно читаем те через VPN и СМИ, которые давно с августа запрещены, мы все равно смотрим Телеграм и точно так же третий сектор. Где-то перерегистрируется в Литве, в Польше, да, какие-то организации, центры перерегистрируются просто. Какие-то будут работать на нелегальной основе. Ну, поймите, вот союз писателей, вот они запретят союз писателей, но от этого же писатели никуда не денутся. Они все равно будут как-то взаимодействовать, объединяться, общаться и так далее. Запретят международный пенцентр, но все равно его члены никуда не денутся. Они как-то все равно объединятся и в мире все равно он будет признан, как международный пенцентр Беларуси. Точно так же журналисты. Понятно, что это просто сейчас идет, ну, вы поймите, есть желание перед, как мне кажется, большим событием, которое можно назвать аншлюз России и Беларусью. То, что реально готовится Россией и то, что максимально пытался отложить, возможно, Лукашенко, но уже некуда откладывать. И будет на эту тему, видимо, основная часть осени и зимы пытаются и в России, замечу, и в России, и в Беларуси зачистить все вот это поле. Посмотрите, сколько организаций объявлено иноагентами в России и объявляются каждый день. Сколько закрыто. Сколько признан нежелательными организациями и тоже закрыты. Сколько людей, активистов выехало сейчас за рубеж штабы Навального, Ходорковского, всех остальных. То же самое. Они идут синхронно, они об этом договорились. Они делают чистое поле, чтобы никто не вякнул, когда начнется вот эта самая опасная зона поглощения Беларуси. И в этих условиях насколько важна вот в данный момент поездка Светланы Тихановской в США, где в ходе ее встреч с официальными лицами и с представителями как раз-таки различных НКО поднимается вопрос о поддержке независимых белорусских медиа и негосударственных организаций. Но она чрезвычайно важна. Она, я должен сказать, это большой успех вот этой независимой дипломатии. И, конечно, тут штаб Тихановской обставляет министерство Макея там на не знаю сколько. Ну просто объективно. Но, конечно, очень хочется не только информирования вот Блинкина, Салливана и всех остальных, но и допиться от них конкретных решений. Что имеется в виду? Чтобы они подписали какой-то документ о поддержке Беларуси, чтобы они ввели какие-то санкции или просто объявили, что мы вводим эти санкции, да? Чтобы они, не знаю, помогли организовать ту самую инаугурацию. Я не знаю, какой вариант может быть, но очень хочется, чтобы кроме традиционного такого, да, мы считаем, что Лукашенко страшный диктатор, да, мы поддерживаем белорусский народ. Прекрасно. Это все мы слышим с 96-го года. Хочется, чтобы Светлана еще привезла пакет действий от США, мощных, соответственно, масштабу США, соответственно, их возможностям, мощных действий на всех флангах в отношении режима. Чтобы она добилась от них обязательств, обязательств бороться с Лукашенко и конкретных шагов, как это будет. Вот, потому что, как мне кажется, это уникальный шанс. В ближайшие годы вряд ли будет возможно его повторить. И вот все, что будет получено от этой поездки, в результате, не в процессе, процесс прекрасный, очень классно все, а в результате, и будет, как бы, на самом деле, мера эффективности этого визита. Кстати, отмечу, что в комментариях наших зрителей многие благосклонно воспринимают вашу идею инаугурации. Многие пишут «я за», «я за», «я за». Немало таких вот комментариев от зрителей, которым эта идея понравилась. А в чем проблема, поймите? Люди хотят какого-то символического, мощного шага. Люди хотят поднятия статуса Светланы. Люди хотят, чтобы она хотя бы могла принять какие-то указы или декреты. И даже если эти указы вступят в силу не сейчас, ну вот по объективным причинам, то когда наступит нормальное время, они все будут в силе, да, потому что это обратной силы закон не имеет, да, а если принять их сейчас, они все будут в силе, чтобы люди могли выбирать. Вот мой президент, и ему приносить присягу, да, чтобы у нее был уже статус абсолютно наравне с Лукашенко. Вот, и это будет символично для многих еще колеблющихся там чиновников и всех остальных. У нее будет статус наравне с ним. Ну, поэтому, да, многие хотят. А что еще? Ну вот, а что еще мы можем сделать, учитывая, что год прошел, чтобы, ну, реально сделать мощный какой-то классный шаг? Нет, если в штабе имеют какой-то другой мощный план, все только за. Если они объявляют какую-то другую мощную действенную программу, только за. Потому что с переговорами, как мы понимаем, все накрылось. Ну, не получилось. Ну, может, они думали про Лукашенко лучше, чем на самом деле, но, как бы, не получилось. Это надо признать и забыть. Значит, должен быть другой шаг, альтернативный шаг. Вот пока идея такая. Да, вот я сказал, что многие зрители поддержали вашу идею, но раз мы все-таки претендуем на объективную журналистику, то я должен сказать, что есть и те, которые пишут вот вам как раз-таки, которые не поддерживают идею и пишут. А вы сначала в Перамогу зарегистрируетесь, а потом про инаугурацию серьезно говорите. Да, но я зарегистрировался. Если им от этого легче, я зарегистрировался. Вот, я прошел, так сказать, честно написал улицу, на которой живу, и место работы, вот, драматург и режиссер. Все, чем могу, тем помогу. Поэтому одно другому не мешает, друзья мои. Более того, мобилизационный план может объявлять только президент страны. Только президент страны, верховный, главнокомандующий страны может объявлять какие-то мобилизационные планы. Это просто, ну, азбука. Вот и все. Ну да, это, собственно, к вопросу о причинах и следствиях, да, что должно быть первее. Сначала план Перамога, или потом инаугурация, или наоборот. А вообще, обману не мешает. Важно другое, что 9 августа белорусы не должны почувствовать, что это конец революции. Вот если все ограничится, опять, просто сухими, ребята, это был тяжелый год, да, как в песне Светлакова, значит, вот в той самой. Вот если все вот только на этом уровне будет, поверьте мне, огромное количество людей будут почувствовать внутреннее поражение. Очень тяжелое, учитывая, сколько потеряно людей, сколько село, сколько организаций разгромлено. Они скажут, а зачем все это было? Если, ну, в итоге мы у разбитого корыта, у нас все разгромлено, нас обобрали, мы потеряли многие работу, многие отсидели, заплатили штрафы. Ну, ради чего? Вот, и поэтому надо дать этот ответ, что у нас есть какое-то движение вперед. И это мощный должен быть шаг, дающий надежду, чтобы вот в этот день Беларусь собралась у своих компьютеров и смартфонов, как это было в новогоднюю ночь, например, ну так, например, да, и услышала, что вот этот шаг свершился, и у нас есть избранный президент. Вот, например. Но я повторяю, я, это идея, которая витает все время, и высказывали огромное количество людей. Не прислушивались. Почему? Потому что я тоже понимаю, ну, как бы все вроде налажено, идет какой-то там процесс, мы ездим вот в этом статусе, поменяется вдруг статус, а вдруг нас меньше станут приглашать. Я все понимаю. Я все понимаю. Ну, сейчас надо подумать немножко не о себе, а о белорусах и о судьбе революции. Вот именно в этот момент. У тебя правда. Андрей, да, и снова возвращаясь к нашим негосударственным организациям НКО, вот мы много говорим, опять же, о том, что сейчас под ударом журналисты, правозащитники, и они практически уже разгромлены. А кто, на ваш взгляд, может быть, может попасть под удар в следующем? Тут вот Лукашенко на этой неделе начал говорить о том, удивляться тому, что большое количество, оказывается, индивидуальных предпринимателей в стране. Не означает ли это, что дальше будет за ними? Здравствуйте. 12 миллионов. 12 миллионов. Больше, чем население. Конечно. Каждый ребенок у нас ИПшник. Каждый младенец. Все понятно. Надо с этим заканчивать. Вообще надо заканчивать со всеми профессиями, которые не предполагают прямое подчинение государственным органам. Вот с ними надо действительно прощаться, потому что это как? Это так? ИПшник, а у него нет начальника, и у него нет контракта, и его нельзя уволить. Его нельзя затащить в официальный профсоюз. И его нельзя заставить, чтобы он сделал обращение к Международной организации труда, не вводите санкции. Зачем это? Зачем такие люди вообще? Вот. И то же самое касается таксистов. Тем более все помнят, как таксисты во время протестов помогали людям, как рассказывали новости. И такси была такая основная, чуть ли не новостная сеть. Да, и развозили, иногда бесплатно абсолютно развозили людей с этих всех там погромов, разгромов. Конечно, тоже лишние люди. А зачем? Надо же всем ездить на троллейбусах государственных. И все. И что, их масс сейчас под санкциями будет? Поэтому, ну все, надо больше мазов и ездить набитыми там. У нас же нет коронавируса, как селедки в троллейбусах. Да, вводится такая логика. Эта логика означает, что следующим будет бизнес. Будут, конечно, так или иначе, добираться до всех разных видов бизнеса. И думаю, следующие будут политические партии. Тоже, как говорится, приготовиться. У нас все-таки осталось аж целых 5 или 6 независимых политических партий. Ну как они могут быть, политические партии в каком-то концлагере. Но это тоже несерьезный подход. Скорее всего, и к ним стоит ждать визитов и исков о ликвидации. А ваши коллеги по цеху, деятели культуры, те, которые еще остались на территории Беларуси, вот каково им вообще сейчас? Потому что ведь очень важно для того, чтобы творить. Свобода это важное условие. А уже вот на протяжении долгого времени этого в Беларуси нет. И ситуация со свободой только ухудшается. Ну, знаете, искусство это такая живучая тварь. Она выживала при всех. Она при Сталине выживала. Она при, не знаю, там, феодализме выживала, при царизме выживала. Выживет и сейчас. Талантливые люди, конечно, им крайне тяжело. И главное, горько. Им очень горько внутри. Тем более, что многие из них реально лишились источников к существованию, зарплат, доходов. Им негде устроиться. Потому что есть уникальнейшие профессии. Если у тебя бан на эту профессию, ты в Беларуси не устроишься нигде. Никак. Поэтому им тяжело и горько от того, что происходит. При этом, как мне кажется, те художники, которые выехали, они творят очень мощно, сильно. Я очень жду книгу о протестах от Светланы Алексеевича. Я читаю много поэзии об этих протестах. В общем, там есть шанс какой-то, что это даст толчок искусству в том числе. Хотя многим очень тяжело. Да, хотел как раз в конце еще предложить вам обсудить несколько новостей и культуры, которые были на этой неделе. Одна из них была как раз связана с книгой Светланы Алексеевича, которая, как выяснилось, она пишет новая книга о белорусских протестах. Тогда, раз уже сказали об этой книге, давайте поговорим еще об одной истории. Это уже будет последний сюжет, наверное, нашего разговора. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали поведение Сергея Соседова, того самого, который сначала отказался быть экспертом в «Экс-факторе», потом попытался поехать на славянский базар, в Витебск его не пустили, он разразился проклятиями в адрес режима, но в итоге, как ни в чем не бывало, все-таки оказался на этом самом славянском базаре. Вот как относиться к таким вот метаниям и переобуваниям на ходу? Слушайте, ну это какое-то недоразумение такое человеческое. Я не знаю. Я бы серьезно это не рассматривал. Ну, тут все понятно. Вот Лукашенко и люди вокруг него, они любят все, что касается попсы. Вот они обожают попсу. А Сергей Соседов – это такой гуру у попсы, критик-гуру. Он всегда пишет статьи про самую-самую гнусную попсень. И всячески ее рекламирует. И поэтому, видимо, там эти звезды российские возмутились, как вы на нашего соседова, что ж вы ему. Ну, и мы, может быть, они сказали, мы не будем выступать, раз вы нашего Сережу обидели. Там же тоже свой такой клан. И все, и за Сережей прислали, может, самолет, вертолет. Привезли в Витебск, поломали там ему ногу как-то. В общем, по-моему, это какое-то человеческое недоразумение. И что это серьезно обсуждать? Спасибо большое, Андрей, за то, что так вот живо и достаточно долго мы говорили. Но я смотрю, что ваши выступления, ваши ответы на мои вопросы вызвали большую дискуссию в чате. И даже прибавило количество зрителей, которые нас одномоментно смотрят. Так что я думаю, что эти полчаса прошли достаточно полезно для зрителей и для нас с вами. Спасибо еще раз большое. Спасибо всем.